Всех приветствую. У нас сегодня будет двое. Это я, маркетинг-менеджер Григорий Лямин, ответственный за продвижение бренда Funville в России и в СНГ, и продакт-менеджер компании Epimatico, который ответственный за продукты 3CX и Funville. Всем привет. Можете отписать на контакты, которые видите на этом слайде. Если вам нужны исходники, тоже с удовольствием с вами поделимся. Также задавайте вопросы по данному вебинару. В конце вебинара мы с Ильей обязательно ответим на все. Ну что ж, да, давайте начнем. Вы наверняка знаете бренд Funville. Может быть, вы сталкивались с нашими телефонами. Мы делаем нишевое решение для колл-центров. Здесь у нас телефоны для гостиниц. У нас есть телефоны на Android. И, конечно же, очень популярны наши бюджетные телефончики с черно-белыми экранами и с несколькими экранами. Совсем недавно мы представляли наши новые вызовные панели серии i10SV, серии i16SV. Они у нас теперь поддерживают кодек Opus. Также есть возможность подключить какой-то внешне аналоговый динамик непосредственно к этой вызововой панели, чтобы увеличить громкость звука. У нас есть эти панельки как в пластиком исполнении, так и в металлическом андалозащищенном. У нас также есть категория отдельных устройств, предназначенных для SIP-оповещения. Это шлюзы серии PA. Это некий швейцарский нож, некий конструктор, из которого вы можете сделать свой собственный IP-телефон с поддержкой даже видео, камеру можете подключить. Можете поднастроить как домофон свой собрать в собственном корпусе. Это будет, например, хорошим дополнением к работе вашего шлагбаума, что вы привнесете как бы SIP-технологию. В него можете позвонить, набрать ТМФ и будет работать реле. Совсем недавно мы представляли облачную систему FDMCS, которая позволяет у нас настроить любое устройство FanVille, зная только его MAC-адрес. Мы сейчас, в принципе, очень ищем каких-то разработчиков облачных АТС, провайдеров, которые смогут предоставить абсолютно новый сервис для конечного пользователя. Они будут предоставлять телефонию, телефонию под ключ. Любой человек, который в любой точке земного шара приобрел SIP-телефон FanVille, он знает только MAC-адрес. Он не знает, что такое IP-адрес, SIP-экстеншн, логин, пароль. Он присылает провайдеру, что у меня вот такой телефон, он ознакомился с тарифами в личном кабинете, и этого, в принципе, достаточно. Провайдер сам уже сможет произвести дальнейшую настройку этого телефона. К тому же сейчас уже анонсировано было API, поэтому все это можно очень глубоко синтегрировать, и это будет все классно взаимодействовать. Ну, а сегодня мы собрались поговорить о производителе 3CX. Вообще, мы рады, когда разработчики телефонных систем, то есть поворачиваются к нам лицом и делают какую-то более плотную интеграцию, чем просто обычный вызов. Мы уже проводили вебинар по системам Ястар. Есть у нас и другие известные вендоры, как, например, XORCOM, компания OpenVox, компания ZUKO, которая тоже позволяет делать провиженинг оборудования FanVille. И, конечно, 3CX тоже поддерживает всю нашу линейку. Что бы мне хотелось сказать в начале этого вебинара для затравочки, чем мне нравится именно 3CX и как он работает с оборудованием FanVille. Это два пункта. Первый – это то, что система 3CX, как мы знаем, не секрет, она лицензируется по количеству одновременных вызовов. Вы покупаете лицензии на количество одновременных SIP-звонков, и у них, насколько я знаю, даже сейчас предоставляется бесплатная лицензия на 8 одновременных вызовов. И все оборудование FanVille поддерживает технологию SIP-хотспот. Это некий режим Wi-Fi-хотспот, это точка доступа, которая раздает Wi-Fi на некоторые устройства. Точно так же у нас технология SIP-хотспот. То есть у нас есть телефон, который выступает неким главным мастер-телефоном, и он может принятый по SIP-вызов раздавать по мультикасту на какие-то рядом стоящие телефонные аппараты, которые находятся в одном сегменте сети. Например, если у нас офис, в котором есть настольный телефон, есть еще дополнительная Wi-Fi или ДЭК-трубка, или у нас домашний офис, где такой же принцип. Или есть отельный номер, в котором мы, согласно звездности, вынуждены устанавливать несколько телефонных аппаратов. Один, например, влагозащищенная трубка H2U установлен в ванной комнате, и основной настольный телефон H5, они все могут использовать один SIP-аккаунт, это будет один SIP-вызов. Но при этом они могут делать как исходящие звонки, они будут идти через мультикаст и не тратить вашу лицензию. Вы можете существенно сэкономить на лицензиях 3CX, и вот тем самым, если будете использовать оборудование именно FunVille. Это был первый пункт. И второй пункт, это то, что разработчики 3CX, они пошли немножко вперед, и они позволяют настроить телефон FunVille, даже если он не находится рядом в одной сети с ним. У нас есть облачный сервис предпровиженинга, который называется FDPS, и вот разработчики 3CX, они сделали интеграцию с этим сервисом FDPS. Если вы используете облачную версию 3CX, либо ваш телефон находится где-то далеко, там сотрудники сейчас у нас выходит на удаленку, и у нас, но мы тоже хотим как-то настраивать эти телефоны, вы можете в веб-интерфейсе 3CX ввести MacAdress, это FunVille телефона, и при загрузке, при включении он тоже будет корректно настроен на этот 3CX сервер, и это, конечно, классно. Это только работает у 3CX, поэтому стоило об этом сказать. Также я не мог пройти мимо наших основных телефонах. Основная новинка этого года. Это новая линейка Lighty Pro. Мы знаем, что сейчас мир испытывает какой-то недостаток в чипах, и мы были вынуждены в очень срочном режиме произвести обновление нашей бюджетной линейки. Бюджетные телефоны – это, конечно, самые продаваемые телефоны, и рынок на это реагирует. Вы наверняка знаете наш телефон X3S, это хит-продаж, телефон с цветным экраном, и вот мы решили оставить это название, как самый популярный наш известный телефон, и добавили лишь приставку Lighty Pro, которая обозначает... Единственное отличие, Light – это телефоны с черно-белым экраном, и Pro – это телефоны с цветным экраном. То есть у нас появился X3S Light, X3S Pro, и, соответственно, с буковкой P – это телефоны с поддержкой PoE. Также мы модернизировали нашу модель с гигабидным экраном – это X3SG, у нас появился X3SG Lite, X3SG Pro. Экранчик телефонов немножко был увеличен, потому что, ну, конкуренты говорят нам о веяниях рынка, говорят, что экран должен становиться больше, это помогает угнаться за ними в тендерах. Поддерживает телефон такие же функции, например, сбор локальной конференции, аудиоконференции там на шесть участников у нас поддерживается. Ну, экран телефона – это приятно, что он стал больше, потому что и смартфоны в нашем кармане тоже становятся больше, и телевизор, который мы покупаем домой – это тоже с очень большой диагональю, поэтому больше экран телефона, больше функционал, поэтому эта линейка тоже сейчас будет адаптирована у нас к 3CX, в скором времени появится ее провиженинг. Телефоны уже есть в наличии у многих наших дистрибьюторов России и СНГ, поэтому знакомьтесь с ними. А сейчас я хочу передать слово Илье Иванову, который у нас расскажет про партнерскую политику, о системе 3CX и прочее. Илья, пожалуйста. Коллеги, всем привет еще раз. Действительно, меня зовут Илья, я представляю компанию дистрибьютора, компания Appymatica, и я, собственно, отвечаю за два направления, как раз за работу с Funvel и с 3CX в нашей компании, поэтому могу рассказать и про то, и про другое. Ну и рад, что мы проводим такой вебинар, совместно рассказывающий про возможности работы двух брендов. 3CX – это, как уже сказал Григорий, основа сети, коммуникационная платформа, не просто АТС, а именно как гендер себя позиционирует, программная, амниканальная платформа, то есть объединяет разные каналы связи. Может быть, для многих привычнее называть такие платформы UC Unified Communication или даже UCNC Unified Communication and Collaboration, но в любом случае смысл примерно один и тот же. А по бренду Funvel мы, компания Appymatica, занимаемся не всем объемом продуктов, не всеми линейками, но, как уже сказал Григорий, сами линейки от Funvel достаточно широкие, разнообразные, это и телефоны для офиса, для отелей, для колл-центров, домофоны, интеркомы и так далее, и так далее. Мы непосредственно не занимаемся продажей обычных IP-телефонов для офиса серии X, о которых было сказано на предыдущем слайде, поэтому по этим вопросам можете обращаться к Григорию напрямую, он вам расскажет, покажет, что и как делать. Ну, а к нам за специализированным оборудованием для голосовых и видеокоммуникаций, за интеркомами, домофонами, отельными телефонами и так далее. Сделав такой краткий обзор двух брендов, сразу нельзя не заметить, что сами производители CX с Кипра, Funvel, из Китая дружат между собой, давно сотрудничают, и, например, на данный момент в 3CX, что можно смотреть и подтвердить для себя как на русскоязычном, так и на англоязычном сайте 3CX, только Funvel находится в разделе рекомендованные IP-телефоны. Действительно, единственный бренд, который находится в этом статусе. Конечно, там дальше есть немножко другие статусы, например, совместимые IP-телефоны, но вот именно рекомендованные, это именно бренд Funvel, так что можно не переживать, не беспокоиться, все прекрасно работает. Вместе происходит такая синергия двух зарекомендовавших себя мировых конъекционных брендов. Один из которых делает ПО, которое становится АТС и платформой в основе сети, и другой производитель, по сути, терминального оборудования. Обзор двух этих продуктов, конечно, я не буду входить в глубины и рассказать какие-то подробности того, как что работает, но невозможно все-таки не сделать какую-то общую справку о том, что это вообще такое. Как я уже сказал, 3CX – это программная платформа, мы действительно осуществляем поставки именно ПО, по сути, лицензионных ключей. Это для многих большой плюс в плане, что не нужно физически ничего доставлять, нужно ждать каких-то поставок. ПО намного проще апгрейдить, переустанавливать, оно никогда не сломается. Так что, в принципе, в модели именно программных продуктов есть много плюсов, так что мы рекомендуем именно эта платформа. Но сама платформа 3CX, как я говорил, это не просто АТС. Это не только модуль IP-телефонии и звонков, это также еще возможности чата, лайфчат на сайте, обмен сообщениями, удобные статусы пользователей, возможность с одного взгляда, с одного касания мышки оценить, что делает коллега, где он находится, доступен ли он вообще. Интеграция с мобильными устройствами. В 3CX есть собственные прекрасно работающие приложения как для Android, так и для iOS. Это аудио-видеоконференции, возможность проведения вебинаров на той же платформе. Интеграция с CRM-системами, с бизнес-приложениями, также, например, с PMS для отелей. Модуль контакт-центр, действительно, для компаний, которым важен массовый исходящий обзвон или обработка большого количества входящих вызовов, где есть операторы, которым нужно максимально эффективно, быстро обрабатывать вызовы и супервизоры, которым нужно оценивать статистику. Все это тоже предусмотрено. Ну, а, кстати, у Fanville есть в том числе специализированные телефоны для холл-центров, так что здесь тоже может быть прекрасное сотрудничество в рамках комплексных проектов. И нельзя не отметить еще один важный плюс – профессиональная локализация продукта на русский язык. Мы, как дистрибьюторы, компания Appymatica, естественно, проверяем, помогаем переводить и локализировать, но в 3CX есть много русскоязычных сотрудников, которые сами это прекрасно делают, естественно, с нашей тщательной проверкой. Ну и, кстати говоря, с Fanville ситуация примерно такая же. Во-первых, у нас есть Григорий, как вы видите, который прекрасно говорит и пишет по-русски, так что перевод делается не на китайской стороне. Ну и, конечно, наши инженеры тоже помогают, так что в любом случае все прошивки, все программное обеспечение как в отношении 3CX, так и в отношении конечного оборудования будет замечательно переведено на русский язык. 3CX обладает уникальной системой лицензирования. Это основное отличие от большинства других платформ, но практически от подавляющего большинства, что нельзя не отметить. А 3CX лицензируется именно по одновременным вызовам, а не по количеству абонентов. То есть, купив даже самую маленькую лицензию, можно прописать любое количество добавочных номеров, хоть 10 тысяч, любое количество абонентов. Если хватает, например, 8, 16, 32 какого-то количества одновременных вызовов, то все будет прекрасно работать. Ну и в любом случае будет работать в пределах этого количества, например, как резервная телефонная станция. Ну или если просто предприятие какие-то причины решили на этом сэкономить, это не является важным. Но также во многих ситуациях бывает, что просто в организации очень много номеров, много сотрудников или много комнат, но при этом они все мало звонят. Тогда 3CX является идеальным экономичным решением. Это могут быть заводы, какие-то учебные предприятия, больницы, где много палат. Ну и самый такой, наверное, яркий пример – это отели, гостиницы, где много комнат, много номеров, много стоит телефонов. Как уже говорил Григорий, действительно по требованиям звездности классификации они просто обязаны ставить номера в телефонные аппараты, чтобы получить, например, 4 или 5 звезд или подтвердить люксовый статус конкретных номеров. Но звонят поставятся очень редко. В этом случае 3CX идеально подходит, и мы опять замечаем некую синергию двух брендов, потому что у Funville есть прекрасные, качественные, достаточно бюджетные, по сравнению со многими, отельные IP-телефоны. А в 3CX есть как интеграции с отельными системами, так и вот такие фишки в плане лицензирования. Так что все это в прекрасном месте работы. Естественно, в 3CX есть бесплатные версии, так что любой желающий может протестировать любую лицензию в течение 45 дней, бесплатно абсолютно оценить, настроить, понять, нужно ли это или нет, попользоваться достаточно длительное время. И еще одно важное замечание – 3CX лицензируется по годовой модели, по модели годовых подписок. Так действительно, из года в год лицензии нужно продлевать, цена всегда одинаковая. Кому-то это не нравится, бесспорно, люди разные, подход бизнеса у компании разный. Но на самом деле для большинства эта модель уже привычная, устраивает, и она очень предсказуемая. То есть все понимают, знают конкретно, что будет происходить, и что нужно забюджетировать на следующий год. От 3CX плавно перейдем к Fanville. Я уже сказал, что мы занимаемся отдельными группами специализированного оборудования. Кратко я вам сейчас их опишу. В первую очередь это как раз упомянутые отельные телефоны. Опять же решил концептуально не грузить вас лишней информацией, каким-то большим количеством текста. На слайдах красивые картинки я кратко опишу голосом, что отельные телефоны представлены несколькими моделями. В первую очередь это телефоны для ванных комнат, аж двою на левой картинке. Простые трубки с настенным креплением, неприхотливые, качественные, влагозащищенные, пыль непроницаемые, прекрасно работающие. Ну и на самом деле недорогие, так что подходят под разные проекты. И это делает их подходящими не только для гостиниц, но и в принципе для любых проектов, где нужно поставить на стол или повесить на стене компактный телефон. Например, в больницах часто такое встречается, как где-то в коридоре, можно повесить трубку, чтобы сотрудники могли оперативно с кем-то связаться. И телефоны настольные для гостиничных номеров. Два основных исполнения с экраном и без экрана. В остальном они очень похожи. Каждый из них может быть двух цветов, белого или черного. И каждый из них может быть как в исполнении с Wi-Fi, так и без поддержки Wi-Fi. Гостиница – это та сфера, где действительно Wi-Fi телефоны пользуются большой популярностью в ряду нескольких особенностей. Так что это актуально и важно наличие этих моделей в линейке. Часто спрашивают, а в чем фишка именно отельных телефонов, вообще зачем мне нужны, почему нельзя поставить обычный телефон. Во-первых, дизайн, исполнение передней панели телефона, самих кнопок, нет ничего лишнего, нет каких-то офисных функций, телефоней, которые могут путать постояльцев, только мешать в этом случае. Трансфер, холд и так далее, и так далее, много лишних кнопок. Зато есть нужные кнопки, программируемые. Вот вы можете видеть в верхней части телефона шесть программируемых кнопок. Их каждую из них можно подписать либо на экране на русском языке, либо физически на сменной панели на модели без экрана. Значение – бар, ресепшн, экскурсии, ну что угодно, что входит именно в бизнес-модель конкретного отеля. И, соответственно, дать возможность постоять с нажатием одной кнопки и получать нужные услуги. Это индикация статуса. Выключив звук, жильцы все равно могут заметить, что им кто-то звонит или оставил голосовую почту. Дополнительный USB-порт в правой части корпуса – это тоже важно для гостиниц. Обычно приезжающим гостям не хватает розеток, нужно много чего подзарядить. Вот дополнительный USB-порт никогда не помешает. И исполнение задней части корпуса также подходит для гостиниц. Противоскользящие накладки. Единый корпус без возможности снять, сломать подставку. Крепко, удобно стоит на тумбочке. Его достаточно трудно свалить, сломать, как-то испортить. И в отношении белых телефонов, также это важно для отелей, используется очень качественный пластик, который не желтеет со временем, легко моется, не подвергается пагубному воздействию чистящих средств, пролитых напитков, ну или чем еще в гостинице можно их испачкать. Так что в целом эти устройства разработаны именно для того, чтобы успешно использоваться в отелях. Другая группа продуктов тоже уже упомянута – это телефоны для колл-центров. Ну, пару слов про то, почему они такие, зачем они нужны. Это действительно аппараты без трубки. В них есть несколько разъемов для гарнитуры различного типа, чтобы любой оператор мог подключить свою гарнитуру и, соответственно, работать. Сам телефон компактно, не занимает много места. На него удобно повесить гарнитуру. Сперва вот на специальное крепление. И это просто повышает удобство работы, эффективность работы оператора. Что-то можно набрать на клавиатуре удобной, большой, свободной рукой. Кнопками можно принять и отбить вызов. На экране можно получить дополнительную информацию, необходимую какую-то в работе. Также можно подключить интересный аксессуар, педаль, нажду для приема отбивки звонков. Говорят, в индийских колл-центрах пользуются большой популярностью. Когда руки все время свободны, можно что-то набирать, какую-то информацию в компьютере, смотреть справку в CRM-системе. При этом говорить гарнитуру, а принимать и отключать вызовы сжатием ногой. И дополнительные разъемы для гарнитур, удобные для супервизоров. Любой контролер, супервизор, ну или неважно, как эта должность называется, в конкретном колл-центре, может подключиться, послушать разговор в режиме подсказки, суфлирования или просто прослушивать. Что за контроллеры и аксессуары? Да, линейка PA, PA2, PA3, другие модели. По сути, Григорий про них уже рассказал, не буду долго повторяться. Действительно удобная возможность как бы собрать дымофон саму, особенно используя родные аксессуары от Fanvil, кнопку, камеру, динамик, микрофон. Дымофоны существуют в разном исполнении. В основном мы их делим на IP-дымофоны с полноценной клавиатурой. Также уличные, внутренние, с камерой, без камеры, с поддержкой RFID или без. Тут есть разные модификации, поэтому моделей достаточно много. Конечно, не будем сейчас пытаться вложить у вас всю номенклатуру по порядку. Но разные устройства в разном исполнении, в разной ценовой категории, конечно же, присутствуют под различные задачи заказчика. И IP-дымофоны с одной или двумя кнопками вызова. Их часто также называют интеркомами или вызывными панелями, вызывными устройствами, устройствами экстренной связи. Но как ни назови, по факту они могут также исполнить функцию домофона. То есть есть реле для открытия дверей. Во многих случаях удобно и нужно поставить именно такой домофон, где есть только одна кнопка. Например, в каком-то элитном жилье, где нельзя допускать возможность, чтобы пришедший курьер или просто какой-то посетитель, какой-то случайный человек мог позвонить конкретно в квартиру, где считается, что жильцов не нужно беспокоить. Можно нажать только на одну кнопку, связаться с охраной, и уже охрана решает, можно ли кого-то впустить, нельзя, можно ли побеспокоить кого-то из жильцов. Здесь, опять же, различные исполнения от самых простых, внутренних, с одной кнопкой, с микрофоном, динамиком, до более сложных, опять же, с поддержкой RFID, с камерой или без, защищенный, незащищенный, заполненный козырьков. Под любую задачу можно подавать самые разные решения. Ответные части или ответные IP-панели, опять же, называть их можно по-разному, или внутренние SIP-панели, кому как больше нравится, тоже есть в разном исполнении. Например, чисто аудио, ответное устройство с двумя кнопками, ответить на входящий звонок и открыть дверь, если нужно, и специальные устройства с поддержкой видео. Конечно, видео-телефон от Fanville тоже может стоять внутри гостиничного номера, квартиры, организации, компании, неважно, склада. В этом случае, кстати, отельный телефон, о котором мы рассказывали раньше, Fanville H5W, тоже поддерживает прием видеозвонков. Так что вот дополнительная функция. Например, на входе в номер люкс может стоять видеодомофон, небольшой внутренний бюджетный хвост. Внутри номера получает видеокартинку и может принять решение впустить или не впустить, смотря кто к нему пришел. Но есть и специализированные панели, которые видите на картинках, с сенсорным экраном или только с физическими кнопками, на Linux или на Android, с разным размером экрана, опять же, под разные задачи и разной ценовой категории, для того, чтобы не только принимать вызовы с домофона и принимать решение об открытии дверей, но и, например, с нее можно также позвонить на любой номер, позвонить соседям, например, если так принято в конкретном жилом комплексе, позвонить на охрану, какой-то магазин или кафе, расположенный в том же доме, и что не мешает прописать этот номер по умолчанию сердцам, чтобы им было удобнее и проще жить, или, например, на парковку, или позвонить на IP-камеру и получить изображение, посмотреть, что происходит, например, во дворе или в фоне организации или на парковке, чтобы удостовериться, что с вашей машиной все нормально. Сценарии применения, опять же, могут быть разные, отталкиваясь от задач, так же, как и крепление этих устройств, может быть, как настенные, так и настольные специальные подставочки, тут тоже смотря, смотря какие конкретно задачи можно решать. И еще одна группа, которую мы выделяем, как консоли мониторинга и оповещения, или диспетчерские устройства, куда входит такой интересный IP-телефон X210i, с микрофоном «Гусиная шея» и большим количеством DSS-кнопок, удобно пользоваться в диспетчерских пунктах, в, может быть, службах спасения, там, где нужно применять какие-то решения, делать какие-то объявления, при этом иметь возможность быстро всем позвонить, получить, опять же, видеокартинку на него можно, то есть применение достаточно широкое. И специальный красный телефон, X5U красный, по сути, функциональный, это просто IP-телефон, но, опять же, для службы спасения, скорой помощи, может быть, важно поставить именно красный аппарат, заметный, яркий, держащий сотрудников в тонусе. Но в этой группе продуктов у нас буквально сейчас случилось обновление, появилась новая модель A32i, буквально через неделю уже будет в России на складе, ее можно купить, протестировать и использовать в проектах. Но что это такое и зачем она нужна, подробнее прошу рассказать Григорию, и на этом моменте передам слово. Да, спасибо. Спасибо, Илья, за 3CX. У меня, кстати, тоже есть интересный вопрос про 3CX. Я надеюсь, ты мне в конце про него ответишь. Я задам его, чтобы ты мог подумать. Мне было очень интересно, есть ли у тебя организация, в которой сотня, двести сотрудников, и они приобрели лицензию 3CX на 32 пользователя. А что с ними произойдет? На 32 одновременных разговора, извини. Что с ними произойдет, если через год они не продлят свою лицензию? Это что-то значит 3CX превратится в тыкву? Отвечу тогда в конце, а я пока продолжу тогда рассказывать про телефон A32i. Это на самом деле не один телефон, а два телефона. Точнее, в линейке есть два телефона. Один называется без буковки I, A32. Он не имеет в себе микрофона вот этого на гибкой шее. И самый лучший наш телефон, мы воплотили все наработки, которые у нас есть в телефонии. Вообще стоит, наверное, сказать, про какие Android телефоны у нас есть в линейке Fanville. Это у нас есть телефон H7, в котором экран в 7 дюймов и он расположен вертикально. Также у нас есть телефон XMA, который мы представили в прошлом году. Телефон у нас выглядит как X7, в нем есть физические клавиши набора, но тем не менее он на Android. И у нас также есть телефон с OEM, предназначен для OEM линейки. То есть он по умолчанию не имеет в себе какого-то логотипа. Наверное, с этим связано то, что его не так просто найти у наших партнеров и дистрибьюторов, что они не держат его в наличии, а только заказывают конкретное количество для производства. Это телефон F600S. Телефон очень похож на представленный сегодня телефон A32i, но он имеет в себе HD-камеру встроенную и имеет в себе HDMI-порт. То есть вы можете даже зеркалировать экран на какой-то внешний монитор, телевизор. Об этом телефоне, что же в нем есть? Конечно же, мы строили HD-звук. Это поддержка кодека 722 и Opus. Сами микрофоны и динамик, как внешний, так и в трубке, тоже HD-качество. Нам, к сожалению, сейчас запрещено говорить, что это сертификация компании Harman, наверное, потому что требует некие роялти. Но, тем не менее, у меня нет вообще претензий к качеству звука на телефонах FUNVIL, среднего и высокого ценового сегмента. Это телефон с 10-дюймовым экраном. Вся линейка наших Android-телефонов построена на 9-м Android, то есть на нем достаточно свежая API. Предложения, которые разработаны сегодня, они будут работать еще много лет. Коллеги мои говорят, что тестировали Zoom, тестировали Teams. Лично я тестировал систему видеоконференции Ivo. Это все работает. И мы эти телефоны поставляем как с поддержкой Google Play Market. То есть вы можете ввести свой Google аккаунт, синхронизировать календарь, контакты и скачивать просто приложения из Play Market любые. Так и вы можете просто загружать, если это телефон чистый, вы можете загружать APK-файлы, это APK-приложения, и использовать их в этом телефоне. В модели A32i только 5 физических клавиш. Вы видите, это самые основные, только нам понадобились. Регулировка громкости, переход домой, клавиши назад. В этом телефоне сенсорный экран, в который предусматривает, что вы вынесете до 112 различных DSS-комбинаций, то есть это динамические клавиши, клавиши вызовов, которые вы можете настроить просто быстрый набор. Можете настроить BLF-клавиши, которая будет показывать занятость вашего коллеги. Красный, соответственно, занятый и зеленый, если свободен. Вы можете вынести на эти виртуальные кнопки какие-то вызов URL, то есть чтобы триггер какой-то срабатывал. Вы можете подвесить любую видеокамеру, чтобы видеть изображение в этом экране. И все это, конечно же, удобно, что именно происходит на максимально большом, на 10-дюймовом экране телефона A32i. Значит, в комплекте у нас идет этот микрофон на гусиной шее. То есть некоторым операторам просто удобно, что там как-то придвинуться, настроить под себя микрофон как нужно. Ну, просто так он заложен. Но и также мы к этому телефону предлагаем вот такую специальную трубку, которая позволит стать вам более многозадачным. Эта трубка имеет себе специальную кнопку, которая отключает микрофон. То есть если вы находитесь в каком-то колл-центре, и вам нужна консультация коллеги, вы часто пользуетесь там или супервайзера, то вы можете во время разговора нажимать эту кнопку, обращаться в коллеги, потом отжимать ее и продолжать разговор. В этот телефон также можете превратить в видеотелефон. То есть прием видео, как я сказал, он уже поддерживается, либо с RTSP, с любой внешней IP-шней камеры, с BeVard, Hikvision, HiWatch, любого другого DAHUA, любого другого бренда. И вы можете также принимать SIP-вызов, но если вы подключите нашу USB-камеру, то есть это наша собственная разработка, это Full HD 2-мегапиксельная камера, то ваш телефон превращается еще в видеотелефон. То есть вы делаете видеовызов на другое внешнее SIP-устройство. Камера очень хорошо работает в темноте, то есть это светочувствительный объектив, она широкоугольная. В комплекте идет два проводочка, один коротенький, сантиметров, наверное, 12, чтобы вы могли подключить эту камеру в USB-порт этого телефона. В USB-порт, кстати, вы можете подключить не только эту камеру, вы можете флешку подключить, если вам нужно записи разговоров сохранять, либо вы можете подключить USB-гарнитуру, это тоже может быть полезно, помимо порта стандартного RJ9 встроенного. Камера с розничной ценой порядка 80 долларов, но она работает не только с нашими телефонами, я ее тестировал и с MacOS, и с Windows, то есть вы можете ее использовать и для каких-то внешних своих дел. И в комплекте, как я уже сказал, 15-сантиметровый проводок USB, и проводок длиной 1 метр, чтобы вы могли установить ее на ваш ноутбук или на монитор, и когда вы общаетесь по телефону, у вас картинка все равно может быть с другого угла, это будет более приятно для собеседника. Также об этом телефоне стоит сказать, что в нем есть специальное приложение, написано только под этот телефонный аппарат, которое предназначено для оповещения, для каких-то совершения внешних вызовов. То есть телефон предназначен для центров мониторинга, каких-то диспетчерских центров, и охранник, который сидит, он может перещелкивать камеры, может начинать вещание музыки, может делать какие-то вызовы, делать вызовы на группу пользователей. И вот специально для этого наши разработчики FanVille написали приложение, которое пока недоступно на какие-то другие телефонные аппараты, и я хотел в нем чуть подробнее рассказать. В нем всего есть три страницы, три подменю, это интерфейс оповещения, SIP-оповещение, я так для себя называю, есть интерфейс оповещения через Multicast, и третья страница – это управление, собственно, этим приложением. И давайте кратенько я пройдусь по каждому из них. Вот глядя на этот экран, можно, наверное, сказать, чем вдохновлялись наши разработчики FanVille, когда делали это приложение. То есть если вы сталкивались с T-Risk, у них есть очень популярная штука – панель FOP, Flash-оператор панель, где вы могли кликами мышки, drag-and-drop режим перебрасывать, делать какие-то вызовы, соединять тоже группы, конференции, смотреть статусы пользователей. Ну вот здесь тоже нечто подобное. То есть есть интерфейс телефона сенсорный, о котором я вам говорил, что 112 клавиш DSS вы можете преднастроить, и потом, если вы являетесь администратором этого устройства, вы можете закинуть этих же пользователей, эти же группы, вот именно в это приложение, и делать на них какие-то вызовы, можете собирать тоже их конференцию, и все это touch, вы можете делать интерком вызовы, то есть специальный пакет посылать, чтобы было автоподнятие. Вы можете вмешиваться в разговор, подслушивать разговор, если вы супервайзерными работаете в колл-центре. Также все эти разговоры вы можете записывать на внутреннее хранилище, на память телефона, либо в USB вставленную флешку. Телефон имеет у нас 2 гигабайта оперативной памяти, и достаточно свежий процессор, так что все это работает достаточно плавно, проблем, я думаю, с этим у вас не будет. Вторая страница, это страница, посвященная мультикасту. Может она работать в сочетании с нашими устройствами серии PA, например, PA2S или PA3. Вы можете установить, если у вас торговый центр, или какой-то большой офис, где несколько комнат, вы можете подключить аналоговые динамики к этим устройствам PA, и настроить группы. То есть каждое устройство поддерживает до 10 групп, и оно слушает эти потоки. И с этого телефона, A32A, вы можете запускать вещание музыки, какого-то рекламную, например, трансляцию, которая может, опять же, у вас храниться на внутренней памяти телефона, либо на флешке. И у вас эти устройства PA2, они могут быть настроены на каждую комнату, и вы можете при нажатии говорить, что сейчас мы производим вещание в комнату номер 1 и 2, затем вы нажимаете, чтобы 1 и 3, и третье у вас, например, комбинация, может быть, 1 и 2, 3, то есть чтобы во всем здании, например, какое-то сообщение проигралось об экстренной эвакуации, например. Вы можете настроить вещание в трех режимах, это немедленное вещание, вы можете настроить его вещание по времени, то есть какой-то пробежуток должно, звонки, например, в школе должны в определенный момент времени сигнализировать, либо вы можете настраивать его периодическое вещание, там написано в интерфейсе, что по дням недели, и, к сожалению, я пока не разобрался, как указать, чтобы и дни недели, и определенное время это было, и я задам этот вопрос разработчикам, и, надеюсь, мне дадут об этом ответ, поэтому есть контакты, которые будут и в конце на последнем слайде видны, если вас действительно заинтересовал этот вот софт, как он работает, вы потом можете мне обратиться, я вам обязательно отвечу. Ну и третья страничка, это управление вот этим софтом, управление пейджингом, управление вот этим сип-обзвоном, которые, то есть передущими двумя страницами, если вы не обычный там охранник, оператор, супервайзер, у вас есть пароль, то вы можете его ввести прямо на телефоне и производить именно настройку вот этих вот предыдущих трансляций. Если вы обычный пользователь этого телефона, но вам нужно, например, отойти, вы хотите настроить быстренько переадресацию на свой DEP-телефон или Wi-Fi-телефон, который у вас в кармане, тоже вы можете перейти в этот режим администрирования и нажать, то есть режим переадресации, forward, это все будет как бы работать. Ну, у меня все по этому телефону, телефончик достаточно интересный и шустрый, вот, а сейчас я еще Илье хочу раз слово передать, чтобы он рассказал о своем опыте, о своем российском опыте и даже немножко международном внедрении решений 3CX и File, поэтому, Илья, тебе слово. Да, Григорий, спасибо. Действительно, больше акцентируясь на основной теме вообще вебинара, именно о совместной работе брендов 3CX и File, в том числе и телефона 32i, почему нет, хочу немножко рассказать о проектах, где и то, и другое оборудование использовались вместе. Основную мысль, которую хотел бы донести, что мы всячески призываем заказчиков, партнеров, действительно проектировать, думать о комплексных решениях, не только о каких-то конкретных лицензиях или о конкретном оборудовании. Но мысль более глобальна, это выгоднее и бюджетнее и для самих заказчиков, и по Капексу, и по ОПексу. Это интереснее партнерам в плане своей работы, ну и, наверное, во-первых, гарантированно все прекрасно вместе друг с другом работает. Поскольку мы занимаемся и тем, и другим направлением, и я за них отвечаю, также, естественно, мы готовы предлагать более интересные условия, дополнительные скидки на комплексные проекты, в которых участвуют и 3CX, и Fanville. В первую очередь, это гостиницы, о которых мы сейчас о нескольких примерах поговорим, ну, наверное, потому что там действительно есть такая клевая синергия того и другого, есть специализированные оборудования, есть специализированные отельные модули в ПО для реализации таких проектов. И интересно, что дополнительные бонусы, в том числе и денежные вознаграждения, как один, так и другой вендор, предлагают за представление фотографий и написание истории успеха, так называемой, кейс-стадии, у ваших проектов. Так что если у вас будет гостиница, да не только любая сфера бизнеса, где вы будете использовать 3CX, Fanville, вместе или по отдельности, присылайте свои истории на конкурс, без приза подарка не останетесь. Ну, все-таки вот перейдем к самой, наверное, такой живой части презентации, потому что будет текста мало, а картинок много. На этом слайде просто хотел привести примеры того, как какие разные гостиницы в самых разных городах и странах в наших именно проектах, которые мы реализовывали совместно с партнерами, используют тот или иной бренд. Не так много, как видите, проектов, где прям точно, стопроцентно использовалось совместно и сделалась интеграция 3CX, Fanville, о которых мы можем рассказывать. Чаще почему-то пока используют либо то, либо другое, но для этого есть причины, как объективные, так и субъективные. Мы призываем, конечно, в первую очередь рассматривать именно комплексные решения. Один из таких проектов – новая гостиница, звездочная в Анапе. Здесь интересно то, что с нашей помощью отель бесплатно смог сделать кастомизацию всех устройств. То есть на каждом телефоне в собственном, собственно, разработанном дизайне был логотип отеля, внутренний номер, номера гостиничного и необходима информация и подписи кнопок, сделанный конкретно под конкретную гостиницу. Так что вот так это может выглядеть. Все получилось симпатично, очень сильно для отеля высокого класса. Отель в Владивостоке. Тоже в свое время этот проект выиграл у нас в номинации «Лучший отельный проект года». Все примерно то же самое и подход к решению тот же, и устройство похоже. Но вот другая локация, другой отель. Практически за 8 тысяч километров от Анапы. Писали, описывали у нас на сайте, можете почитать, если кому-то интересно, подробно про решение отеля в Минске, который использовал 3CX, сменил старый ОТС именно на это программное решение. В итоге сильно уменьшил издержки, расходы на телефонную связь, повысил качество обслуживания. В итоге стал зарабатывать больше денег. Проект из Ирландии, из города Уотерфорд, где тоже за счет использования ПО от 3CX и оборудования от Funvel заказчику удалось снизить свои издержки и получать большую прибыль. В кейсе у нас на сайте, можете зайти почитать, подробно расписана математика, действительно интересно. Вот владельцы отеля вплоть до уменьшения расходов на электроэнергию посчитали и выяснили, что даже на этом ежегодно получается большая экономия за счет использования современных технологий. Так что расходы, например, в таком проекте, как живой пример, реновацию всей телефона и вообще IT-структуры гостиницы или другого предприятия окупаются буквально за несколько лет, за 4-5. А вот на конкретных примерах это можно показать и доказать. Не только отелями, мы живем, конечно же, по 3CX и телефоны от Funville используются в любых сферах жизни, везде, где людям нужно звонить, это практически везде. Колледж из Великобритании, в котором тоже поставили 3CX в основу платформы на весь колледж, на весь кампус для всех преподавателей, студентов, учебных аудиторий и в качестве оборудования используются десктопные телефоны от Funville серии X. Как я уже говорил, совместимость подтверждена и все прекрасно друг с другом работает, автопровижник и так далее, настройки телефонных аппаратов и управление и мониторинг за ними. Собственно, все. В принципе, примеров можно перечислять еще много, их, конечно, десятки, но конкретно здесь уже не будем давать такие глубокие подробности. Хочу ответить на вопрос, Григорий, который он задал. Действительно, 3CX лицензируется годовыми лицензиями. В этом плане важно партнерам следить за своими клиентами в том плане, что просто напомнить, сделать так, чтобы они не забыли оплатить лицензию, особенно если у компании долгий срок бюджетирования и согласования трат, чтобы не попасть в неудобную ситуацию, когда закончился оплаченный срок, лицензия превращается в тыкву. Ну, и совсем в тыкву, она автоматически после окончания оплаченного срока уменьшается до 4 одновременных вызовов. Этого достаточно как бы для резервной АТС, чтобы решить какие-то самые важные задачи, но понятно, что для многих предприятий, особенно если было большое количество звонков, например, 128 или 256, 4 жесткие ограничения, поэтому нужно срочно оплачивать и решать этот вопрос. Конечно, рекомендуем до такого не доводить, но если на предприятии сложности с бюджетированием и вообще с согласованиями любыми, в принципе, сложный процесс, всегда можно посчитать решение от 3CX как условно-бессрочное на длительный срок, например, на 4, на 6, на 11 лет или еще больше, и при покупке такими пакетами на 4 года, на 6 лет или на 11 есть дополнительные скидки, так что для многих это не только проще, но еще и выгоднее, но тут надо смотреть от конкретных задач заказчика. На этом у меня все, всем спасибо, если есть какие-то вопросы, с удовольствием ответим, или пишите вопросы в комментариях на YouTube, ставьте лайки, если смотрите нас в записи. Да, тоже скажу про наши группы, подписывайтесь на группы в Facebook и ВКонтакте, я тогда выкладываю новости каждый день. Значит, вопрос, который у нас был задан, это поддерживает ли телефон Fanville H5, придерживает ли он прием видео вызова с домофона. Значит, ответ будет следующий, что вызов с домофона, конечно, можно принять, но, наверное, была речь, поддерживает ли он видео. Видео поддерживается декодирование только на нашей новой модели H5W, на обычном телефоне H5, вы видеокартинку не увидите. Так, еще Дмитрий у нас задал вопрос, что они вроде как сняты с производства, но я, к сожалению, без контекста не очень понимаю, о какой модели идет речь. Сейчас у нас ни один телефон отелей не снят с производства, то есть H2U, H3, H5 с черным и белым цветах, H5W, H3W, они все есть. H2S у нас был только телефон снял с производства, но он был снял с производства еще в 2019 году. Телефоны X1S и X3S они тоже пока не снимаются с производства, это остаются самые доступные бюджетные телефоны от Funville, они будут в какое-то время выпускаться параллельно с новой линейкой Light и Pro. Еще у нас в следующем, наверное, квартале ожидается новинка, новинка это телефоны V-серии, они будут скоро представлены, но это тоже не означает того, что какие-то телефоны старые будут сняты с производства. Следующий вопрос, можно ли раскладывать пассианс на телефоне A32A? Ну, я думаю, что можно, потому что телефон открыт, был даже прецедент, что под какой-то проект предоставляли RU-доступ для телефонов серии F600S, поэтому я думаю, что установить обычное ПК-приложение с пассиансами или установить какой-нибудь пассианс с Google Play Маркет, это будет очень просто, поэтому это тоже будет работать. Мы сейчас получим через неделю образцы традиционного тестирования, с инженерами поставим ингребенции Hearthstone, поиграем и расскажем, насколько все хорошо работает. Дмитрий увидел уточнение, какие телефоны сняты с производства X2P. Насколько мне известно, телефоны X2P до сих пор есть у больших количествах у наших дистрибьюторов и как в России, так и в СНГ и Fanville тоже не заявлял, что телефоны X2P, X2CP будут сняты с производства, они до сих пор у нас есть. Ну да, раз уж спросили, модель действительно специфическая, она не массовая, требуется под какие-то конкретные проекты, конкретные задачи. Часто в колл-центры даже как раз просят не X2P, а традиционные обычные IP-телефоны с трубкой для соблюдения норм санпина, трубки тоже для соблюдения рекомендаций здравоохранения по органам слуха. Но в целом да, мы их продаем, они есть, есть на стоке, так что если нужны какие-то конкретные задачи, проекты, такие бывают, пожалуйста, все это можно сделать как с педальками, так и без, обращайтесь. Так, следующий у нас вопрос от Игоря. Что необходимо прислать для участия в конкурсе 3CX и Fanville? Как такового единого конкурса 3CX и Fanville нет, насколько я знаю, есть различные форматы участия и стандарты, по которым нужно заполнять информацию о истории своего успеха конкретно для вендора. Расскажу пока про Fanville, то есть вы наверняка видели историю успеха, которая уже появляется и в рассылке от Fanville, и в России, как на русском языке я тоже делаю переводы. Запрашивается информация о заказчике, кто это, что это, хотя бы три предложения описать. Очень важно описать, что у заказчика было установлено, с какими проблемами он сталкивался. Очень приветствуются фотографии с объектов, то есть установленные, что люди действительно пользуются нашим оборудованием. Может быть, даже если люди некоторые стесняются, можно просто прислать фотографии на столе либо на стиле, на стене висящие какие-то домофоны. Есть Excel-файл, опять же, я не могу все пункты перечислить, там есть некая система баллов, то есть если вы заполнили какие-то пункты, чем больше баллов, тем больше шанс на победу. У нас уже два месяца проходит такой конкурс и по секрету скажу, прислана была только одна заявка, поэтому, пожалуйста, дерзайте, присылайте, я с удовольствием готов помочь и сам допишу и приукрашу, даже если оно не было как-то на самом деле, поэтому по Fanville очень великие шансы победить. Первый результат у нас уже в ноябре будет через пару недель проводиться. По поводу 3CX, может быть, я что-то добавил. Ну, действительно, получается, в конкурсе от Fanville независимо от всего в любом случае стоит и заработать 500 настоящих долларов американских почему бы и нет, но регистрируя комплексные проекты 3CX плюс Fanville и, в принципе, присылая историю успеха, можно также, конечно, как я сказал, получить дополнительные бонусы. Во-первых, это не формализовано где-то в открытых источниках, но могу, так скажем, в нашем разговоре пообещать, если что, конечно, обращайтесь, это будет выполнено, дополнительную скидку на 3CX партнерскую. Вы можете получить бесплатную кастомизацию отельных телефонов H3 и H2U, то есть замена вот этих панелек. И также, да, по итогам кода всегда проводится внутренний конкурс в нашей компании Apimatico, где в том числе за лучший комплексный проект Fanville плюс 3CX можно получить приз или за лучший отельный проект тоже. Ну, честно скажу, что там приз не такой внушительный, как 500 долларов от Fanville, но как дополнение, одно другого-то не отменяет, ничто не мешает вам выиграть и там, и там, собрать все плюшки вместе ну и дополнительную партнерскую скидку. Так что в целом это все приятнее. Тут можно с разными опциями работать по получению бонуса. Я еще раз всех благодарю. Спасибо, что уделили время. Мы проще час проговорили. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите, звоните, доступны в Telegram и WhatsApp. Спасибо за ваше внимание. Запись будет вложена на YouTube. Всем всего доброго. По секрету добавлю, что не только почта 3CX собака Apimatico.ru, у меня есть iFanville собака Apimatico.ru, так что можете туда тоже писать. Всем обязательно ответим. Всем спасибо. Спасибо. Спасибо.